всем привет с вами вальфрам первый ярославский видеоблогер сегодня у нас на обзоре и rp сухой паек значит не пишите мне в комментариях такое типа что ты там посмотрел каких-нибудь вот этих обзорщиков сухпайков и тоже решил сделать свой обзор когда я задумал значит делать вот этот обзор сухпайков это еще было в общем давным-давным-давно может лет семь назад еще вообще на ю тубе никто не обозревал эти сухпайки не было никаких таких известных обозревателей но возможности у меня не было где-то купить этот сухпайок и вообще что-то я как бы про эту тему забыл но желание у меня было значит такое и вот один из подписчиков значит подогнал вот такой наборчик написано не для продажи так что не знаю сколько он стоит так ты вроде где-то продаются и значит индивидуальный рацион питания вариант комплектования 7 их там если я не ошибаюсь 7 штук они отличаются по составу там вот их продуктов не особо так отличаются так какие-то вариации там небольшие есть давайте откроем посмотрим весит так прилично килограмма написано сколько весит 21 вот хотел сказать два слоя сразу почему-то такой запах перца стойкий запах перца дарил мне в нос почему-то перцем пахнет это значит сухое горючее чтобы греть все эти продукты которые надо подогревать его использовать я не буду я все на газу подогревать и что концентрат напитка сухой фруктовой ягодный любого вот здесь три штуки этих напитка е440 е330 над кислота лимонной витамины все таки дальше идет армейский шоколад вот такой вот на черный горький шоколад спички с черкашом три четыре пять шесть спичек спички вводом вода ветра устойчивые а тут должен быть список наверно список всего что здесь лежит на дне где-то из пшеничной муки первого сорта и галета армейские из муки пшеничной обойны значит и забойные муки они так как-то выглядят а а это из первой первосортной муки повидло яблочные это с чаем ножик чем-то напоминает ножик вот когда раньше была такая вот детская посудка вот вот там тоже такие ножи были и ложки значит три ложки 1 уже такое впечатление что это то ли грязное то ли чего то ли уже использована и непонятно как это какой-то желтый налет на ней сахар белый свекловичный кристаллический 12 пакетик даже даже три пакета этого сахар салфетка дезинфицирующая салдос для однократной гигиенической обработки рук кожных покровов лица шеи а еще салфетка салдос для дезинфекции поверхности столовых приборов и столовой посуды вот такая вот чай листовой мелкий вот два грамма соль поваренная пищевая каменная биологически активная добавка пищи поливитаминно-минеральный комплекс непонятно ну какие-то витамины что ли что такое кофе растворимый гранулированный жевательная резинка 10 дороже со вкусом мяты и ментола это пюре из яблок натуральная сыр плавленый стерилизованный паштет нежный и икра из кабачков паштет печеночный и шпик соленый консервированный вот все в таких этих баночки такие розеточки можно сказать это формочки о каша рисовая с говядиной консервы мясо растительные рисовая каша никогда такой не пробовал рисовый кашель тефтери из говядины консервы местные башкирские это значит еще два комплект этих салфеток чтобы руки дезинфицировать и посуду вот какая-то нарезанная здесь обычные салфетки такие как в любых кафе есть дальше что и вот он это корень зла корень зла я считаю потому что его бы надо было упаковать в какую-нибудь и вакуумную упаковку потому что все весь этот сухпайок провонялся этим перцем все провонялось это опять чай этот листовой и еще тут ярлык вкладыш значит по поводу спичек разогреватели нить всяких мясо зеленью счет мясо зеленым горошком и морковью так сливки сухие сливки значит больше в коробочке ничего нет ничего нет в этой коробочке кроме вот этих вот таблеток таблеток аквабриз каждая таблетка для беззараживания воды содержит 36 грамма натрия какого-то дихлор это отрезали 4 таблетку так что не увидишь состав этой таблетки ну знаешь воду можно очищать какие какую-нибудь в полевых условиях начну пожалуй я дегустацию салфеток вот салфетка дезинфицирующая saldas про дезинфицируюсь для однократной гигиенической обработки рук коры покров лица и шеи вообще можно сказать никаких ароматизаторов в этой салфетки нет ничем не пахнет вот руки продезинфицирую сейчас еще по поводу шеи тут что говорили лучше и давайте продезинфицирую на всякий случай мало ли чего какая бактерия спрыгнет шеи на руки еще заболею нормально каша рисовая здесь есть ты в теле вот кашу рисовую я сейчас разогрею тут надо разогреть ее я так понимаю давайте разогрею на газу чтобы не тратить спирт спиртовой это горючее разогреть и в 8 разогревается разогрелась немного разогрел консервы горячая упаковка горячая не буду я эту фигню открывать так потому что нафиг это надо проще поступить гораздо так это сделать консервы очки нихрена не разогрелась только внизу дать такой слившийся рис но довольно вкусно то дело сразу открою галеты который вот из ардирной муки сделаны снизу под разогрелась нормально очень даже вкусно все есть не буду уберу разогрел я почисту одновременно вот это мясо зеленым горошком и морковью и тефтели из говядины основательных так погрел эти блюда мясо с зеленым горошком пробуем как раз кусочек мяса попался в принципе да похоже на мясо но какое такое мясо деревянное не имеющие вкуса вообще не пойми какое мясо сам горошек в принципе не особо плохо но ощущается что специи добавили перца сюда поперчили так основательно вот такие значит горячо ох горячо консервы мясо с зеленым горошком и морковью нормально в принципе а теперь тефтели из говядины наш или из говядины тефтели из говядины вкусные да еще этот раз от бульон по сути жир какой-то довольно неплохо вкусненько вкусно вкусно даже что-то не хочется завязать этими галетами я вообще потому что хлеба очень мало ем предпочитаю все есть без хлеба уже настало время такое заварить чего-нибудь какой-нибудь напиток чай черный листовой мелкие вот его заварим сейчас попробуем 2 грамма и чай высыпаем а он не сыпется провал года где чай то я что-то подумал что там чай обычный такой это обычный байковый чай нарубленные типа а тут он оказывается в пакетике вот ведь не думал я что он в пакетике чай кстати называется как же он называется то что тут написано непонятно что за фирма там мк когда точек у меня в суд готов уже можно открыть шоколад армейский без ножа никуда не деться еще и руки скользкие от жира от этого вот такой рифленый можно подумать что это какая-нибудь плесень а это лишь такой налет на шоколаде бывает особенно если хранят в морозилке хранить шоколад потом его вынуть вот такой налет появляется или от времени это не считается чем-то экстраординарным две плиточки иначе два кусочка разоварился не буду ждать пока он остынет этот чай я всегда горячий пью чая что-то нет вообще никакого вкуса такое впечатление что заварил не поймите его какие-нибудь опилки я даже этот чай вылью наверно прозрачную какую-то емкость чтобы посмотреть что хоть это такое-то вообще заварился ли он вообще или нет да нет чай заварился имеет чайный цвет как ни странно но вкуса не имеет вообще никакого не имеет вкуса шоколад нормальный обычный черный шоколад я бы даже сказал для черного шоколада шоколад уж больно сладкий шоколад горький поменьше бы надо чтобы в нем было сахара этого мне показался он что-то сладкий как шоколад так чай значит выпилим вот есть еще здесь такой напиток концентрат напитка сухой фруктово-ягодный загуститель но это кисель я так понимаю открыл я значит все эти маленькие баночки все эти паштеты все эти пюре из яблок и сейчас потихоньку экспресс методом и я попробую начинаю с этого икра из кабачков вот обычная такая икра кабачковая которая продается во всех магазинах в банках стеклянных отличается отличается над баночной икры она здесь структура очень мелкая она чуть-таки слит от икра так что там неплохая но отличается вкус дальше вот шпик шпик написано соленый консервированный ну шпик по виду он можно сказать похож чем-то на ветчину этот шпик действительно соленый соли на хреначили одна соль галимая у меня короче даже нет слов внизу вроде он как бы да нет он соленый такой соленый этот шпик что с ним можно пиво пить ужас дальше сыр плавленый плавленый открою вот эти вот галеты пшеничные из первого сортной муки обычный такой сырок и он намажу как будто бы он какой-то и не сыр вовсе как замазка оконная как будто все пальмовое масло со всему мира собрали в этом сыре не вкусный сыр показался дальше паштет нежный печень говяжья мясо птицы все такое паштет очень даже неплохой имея действительно вкус паштета но ощущается здесь какие-то растительные волокна явно преобладают в этом паштете а так ничего можно есть так дальше паштет печеночный это нежный было это печеночные чем они отличаются то 4 печень говяжья здесь вкус такой как будто бы здесь печень печень говяжья мясо птицы но было такое ощущение что это паштет нежный он полностью из какой-то мукиной печени сделано из чего такого куриного здесь вот явно преобладает в этом печеночном вкус печени как будто взяли пожарили печенку размололи и вот вот такой паштет дальше вас идет пюре из яблок натуральные надо наверное ложечку взять это обычное пюре яблочное вот я даже сказал бы что такой вот как раньше советские времена продавали пюре в банках там 700 граммов очень даже вкусная вещь или как вот в детском питании используют замечательно ночью штука это пюре так я готовил кипяток и сейчас заварим вот этот напиток где он где он напиток того на это концентрат сухой фруктовой ягодной сколько там написано надо воды то а 200 миллилитров питьевой воды ну принципе у меня холодной или горячей вот мне как раз 50 миллилитров воды есть загрузили надо размешать напиток вкусный кислый кисло-сладкий такой типа чего-то компота типа домашнего компота когда вот варишь из яблок ну я бы его сделал менее сладким много сахара правило фруктовое яблочное не буду его пробовать не хочу потому что и так уже сладкого на пробовался много всего сейчас я заварю лучше кофе кофе заварю значит еще осталось кофе вот такой вот кофе сливки и жевательная резинка попробовать в принципе пока мне все понравилось можно сказать так за исключением этого шпика пересоленого вот если бы было нормально посолен в принципе ничего такая вещь но солью переборщили явно так же кофе плохо высыпаем так сливки так-то ведь по сути туда еще надо сахар а я вообще кофе принципе не люблю класть много сахара потому что теряется вкус самого кофе на конец сахара много туда добавишь так что чуть-чуть вот так буквально зареваю тебе . горячей водой на вот так вот как раз только хватит размышляю кофе очень сразу можно сказать халтурный халтурный кофе больше похожий на какой то вот наверное советский кофе который вот низкосортный был ценился вот индийский там бразильский вот и советский кофе или кофейный напиток что ли вот что то такое похож на кофейный напиток летний как будто бы здесь небольшое количество кофе остальное я даже скажу больше я в этом кофе так как мне обоняние очень такое развито я улавливаю какие-то ноты какого-то имбиря что или чет такого что то есть здесь такое а цикорий цикорий здесь в этом кофе добавлен цикорий такое впечатление что сюда производители добавили цикорий вот осталось желательно резинка 10 драже по вкусу напоминает рондо конфеты но и только нежевательно свежести маловато в этой желательно резинка маловато раньше были такие вот никакие орбиты какие-нибудь там освежающие мяты кем steam релы вообще во рту была такая свежесть а а здесь так ничего ни о чем очень освежение мало свежести такой минимальное количество цикорий действительно это может здесь вообще кофе нет скорее всего а посмотреть состав кофе растворимый гранулированный ничего нету по составу там кофе и кофе как будто бы но это не кофе такой вот был обзорчик на ИРП с вами был Вольфрам подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте и дальше будет интересней а perks дизлайки комментируйте и а а Продолжение следует...